Всем огромный-огромный привет и добро пожаловать на мое новое видео по игре City Driver. Под прошлым видео с обзором DLC, которое добавляет в игру автобан, я попросил поставить вас 155 лайков, если вы хотели бы увидеть шашки в моем исполнении по этому самому автобану. Вы эти 155 лайков достаточно быстро собрали и я выполняю свое обещание. Сегодня за рулем этой замечательной какой-то спортивной машины, ну которая снаружи чем-то похожа на Lamborghini, внутри она похожа чем-то на Ferrari, но это не важно. На самом деле главное то, что она является в игре самой мощной, то есть это спортивный автомобиль мощностью 640 лошадиных сил. И сейчас мы посмотрим, сейчас мы посмотрим, собьет ли так сказать City Driver с первого места, наверное самую лютую игру, в которую можно устраивать лютые шашки, это City Car Driving. Все прекрасно знают, что это за игра City Car Driving и какие там можно делать исполнения. Кстати, я не знаю, когда вы будете смотреть это видео, но выходит оно сегодня в четверг и получается завтра уже в пятницу, а именно 17 октября на канале у меня будет стрим по City Car Driving и, собственно говоря, там я буду шашковать на различных автомобилях, которые через чат вы мне будете предлагать. Так, ну что, давайте тогда отправимся, садимся за руль этой замечательной полу-Ferrari, полу-Lamborghini. В общем-то давайте попробуем, что у нас получится сейчас из этого, я даже сам не знаю. Вообще у нас здесь ситуация такая, немного стрёмная на самом деле с автомобилями, вот этими спортивными в игре, потому что здесь у нас не отключаются системы стабилизации, трекшн-контроля, то есть машины здесь у нас постоянно не в таком безопасном режиме и мне прям даже самому интересно посмотреть, насколько у нас сейчас вообще это всё, в принципе, будет получаться. Потому что АБС-ка, она такая тут странная на самом деле, ты вроде делаешь, когда какие-то перекладки, она, машина сносится, естественно, ты её вроде пытаешься законтрить, как-то засейвить в полосе, АБС её настолько душит, что она просто останавливается, то есть такой, грубо говоря, полулегальный чит на то, чтобы машина у тебя остановилась без каких-либо тормозов, в принципе. Но до сотки стреляет она не так быстро, как хотелось бы. Прямо очень долго, как будто бы она разгоняется. Так, ну что, давайте сначала нырнём в эту сторону и потом там развернёмся в оконцовке и попытаемся уже проехаться обратно. Ну что, поехали, с третьей передачи просто тупо газ в пол и полетели. Догоняем трафик. Ой, как, ой, как болтает. А чё так болтает-то её? О-о-о! Тут надо... Она уже даже сейчас, вы слышите, как она визжит? Офигеть! Вот как раз-таки в том видео я про это и говорил, то, что в сити-кар-драйвинге сложно... Ой, точнее, наоборот, проще всего шашковать, потому что там нет вот этого железа. Здесь как будто машина, вот, как на матрасе, на водяном как будто едешь. То есть она едет прямо, но то ли камера, то ли что, она вот постоянно плавает по салону. Это очень сильно тебя отвлекает. И, как правильно сказать, ну, отвлекает, короче говоря. Сбивает с толку. И как-то надо постараться на этом месте с ней обращать внимания. О-о-о! Unreal Legend, привет! Подлагивания наши любимые. Так, ну здесь мы уже... Вышли, как я полагаю, за пределы автобана. Давайте сверимся с картами. Да, мы уже вышли за пределы автобана. То есть, прям так мы его быстро прошли. Ну, ничего страшного. Давайте мы сейчас где-нибудь здесь попытаемся развернуться, если такая возможность у нас представится. Скорость не ощущается, кстати, вообще. Ба-бах! Нормально, отлично. Авария, нормально. Неплохо. Скорость вообще не ощущается. То есть, что ты едешь 100, что ты едешь 200. Разницы нет. Ощущаются только лаги, которые постоянно здесь возникают, из-за того, что это движок Unreal Engine. Ну и, видимо, он просто не умеет в открытые большие пространства. И поэтому ему проще затупить, проще зависнуть и... Отлагать это все. И испортить впечатление от игры, в принципе. Мотор у нас потихоньку, я уже вижу, начинает прогреваться. Температура охлаждайки у нас... Какая там она, господи, не пойму. Такие значки все мелкие. Ужас просто. 54. Вроде. Или 60... Нет, 54. Охлаждающая жидкость 72. Так, ну давайте здесь нырнем. Мы же на спорткаре. Здесь люди что-то пропускают друг друга. Так, у нас здесь уже как бы сверток такой идет в город, как я полагаю. Давайте мы сейчас здесь просто в наглую через бордюр сиганем. Высота автомобиля вроде позволяет. И прямо отсюда мы, короче, с вами просто газ в пол и едем, ребята. Посмотрим, что у нас из этого получится. Вроде бы уже лагать не должно, потому что отрисалась та область, по которой я только что... Да, стабилизация душит прям вообще конкретно. Сказалось бы, все, сейчас уже машину потерял, жопу понесет. О, видите, что происходит? То есть, по сути, даже можно тормозами не пользоваться. На скорости 200 с газом в пол заходишь в поворот, и ничего с ней не будет. О, я тормоз вообще не трогаю. Она сама тормозит. Стабилизация с ума сходит. Ее из-за руля не видно. Я думал, шашки будут интереснее, откровенно говоря. А тут мы просто валим по автобану и ничего такого. В ситикардрайвинге все-таки шашки интереснее. Не зря она считается королем шашек, эта игра. Трафик перед носом порисался у нас. Какие-то трудности он нам создал. Да, в принципе, нет. Шалтай-болтай какой-то у нас из полосы в полосу. Ну, реально, как будто вот желе какое-то. Почему так, я не могу понять. Ну, не должно так машину же болтать, спортивную. Ведь типа они решили так создать, может быть, какие-то искусственные неровности, я не знаю. Но это же бред. И причем это саму машину, ребят, мотыляет. Это не камера мотыляет, это мотыляет саму машину. Я руль стараюсь держать максимально ровно. Я его практически лишний раз не дергаю. Она сама как будто как на матрасе на каком-то ее болтает. Такого быть не должно. Как будто я еду не на аналоге там Феррари и Ламборгини, а просто на Волгиной как будто, на матрасе. Ну, смотри, что происходит. Ее саму раскачивает. Ты даже играешь в шашки не с трафиком, а с самим собой, лишь бы только не размотаться. Либо об отбойник, либо об трафик. О, видал, что происходит? Саму как будто бы тянет. 260 мы с вами идем, друзья. 270. Интересно, сколько она максимально пойдет. Закроем. Даже тормозить не надо. Оу, не закрыл. О, как. Я понял. Оу, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Я прям вот... Да. На. Ее тоже сбили. По красоте просто. Всех разбили здесь. Вообще, кого возможно. Вау, пролетела машина. Да, что-то вообще. Слушайте, я, откровенно признаться, был гораздо куда более лучшего мнения насчет физики в этой игре. Ну, тут прям совсем беда. Если ты еще когда едешь на спринтере, и тебя так шалтай-болтай, то это еще, ну, как-то понятно, и как-то ты можешь это объяснить у себя в голове, почему это происходит. Ну, типа парусность там большая у автомобиля, ветер там может быть. Ну, а тут вообще это, ну, это не физика, это дерьмо, откровенно говоря. Ужасная просто физика. Ужасная. Это не то, что я с ней не могу справиться. Нет. Я как раз таки понимаю, как она себя, машина должна вести. Я пытаюсь ехать так, как она должна себя вести, но здесь это абсолютно не помогает. Ее просто саму по себе, вот по приколу, вот так начинают раскачивать. Если не дергать рулем, да, она может быть будет и дальше ехать прямо, но дергать, не дергать рулем, точнее, здесь невозможно, потому что нужно же перестраиваться, так или иначе менять положение автомобиля в полосе там, перестраиваться на другую полосу и так далее, и так далее. Да, эта игра, конечно, под шашки не годится, от слова совсем. Мало того, что физика здесь, вот я говорю, жалея на какая-то матрасная, непонятная, так еще и трафик перед носом у тебя рисается, что прям максимально вообще не подходит. Давайте еще разочек попробуем, сейчас соберемся. Тормозить вообще не надо. Просто даже, я даже тормоз не трогаю, чтобы вы понимали. Меня стабилизация душит, когда машина пытается сорваться в занос, ее просто душит стабилизация и все, и она чуть-чуть подтормаживает, скажем так. 240. Походу я машину то ли ушатал, то ли что, она больше 240 не едет. Закроем. Закрыл. Я же даже в полосу не могу встать. Я пытаюсь это сделать, но ее носит просто, ее капец как носит. И нет ощущения, что ты едешь 250. То есть, как стоячих, или как я не знаю, как это сказать. Сопротивления не ощущаешь от трафика никакого. Как будто бы они с такой же скоростью едут. Да, машину походу я... Ох, не закрыл. Мне сейчас и подсрачника дали нормального такого лютого. Ой, неплохо, неплохо. Да, ну конечно в этом плане ужасно, 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 ужасно. Все-таки эту игру, я думаю, стоит рассматривать только как, вот, спокойный симулятор какой-то вождения, чтобы просто там обучиться какому-то вождению. Хорошо провести время и так далее, и так далее. Но в шашке она абсолютно вообще непригодна, эта игра. Может быть, это будет чуть лучше, если здесь как-то добавили бы систему отключения стабилизации. Потому что она, ну... Ну тогда я вообще не знаю, если систему стабилизации отключить, просто при первом же перестроении ее сразу будет разворачивать. Так хотя бы как-то машина держится, можно сказать, за счет этой системы стабилизации. Ну вот это желе, конечно, это... Это не наш формат, друзья. С такой физикой. В городе может быть еще как-то что-то, да, но... Тоже, мне кажется, особо далеко мы с этим не уедем. Ну давайте, может быть, попробуем по паре городских улиц. Проброситься. Нет, мы улетаем просто в кусты. Да. Ну вот тут, в общем-то, я предлагаю, ребята, и закончить. Но откровенно признаться, я ожидал большего. Честно, я ожидал большего. Я думал то, что мы здесь прям будем, вах, раздавать на тоненького все это обх... А, замечательно, еще и под карту провалился, когда вышел с машины. Вообще, просто шикарная игра. Да, красота-то какая. Просто обалденно вообще. Зато фпс здесь большой. Короче, ребята, буду вас всех ждать 17-го числа на стриме по City Car Driving и покажем этой игре, как надо шишковать. А на этой ноте я с вами прощаюсь с наилучшими пожеланиями. Лайк, подписка. Пока-пока. И еще увидимся.